Наш вклад в смягчение последствий изменения климата посредством ведения лесного хозяйства может осуществиться тремя основными способами. Сохраняя и управляя существующими лесами, мы можем предохранить и сохранить углерод, уже удерживаемый ими. Преодолев причины обезлесения, мы сможем снизить темпы и объемы утраты лесного покрова. Конечно, это также защищает услуги экосистем, предоставляемые лесами. А путем посадки новых лесов и восстановления утраченных мы можем восстановить лесной покров планеты. Проекты поощрения отдельных лиц, субъектов предпринимательской деятельности и иных категорий для компенсирования осуществляемых ими выбросов путем посадки деревьев могут быть ценными, но не должны использоваться в качестве бальзама для успокоения нашего экологического сознания. Компенсирование может быть ценным там, где невозможно избежать выбросов. Люди и компании должны знать, что их деньги принесут реальную пользу, реально сократят выбросы, что действительно изменит мир к лучшему. Поэтому нам нужны согласованные стандарты для предоставления подобного подтверждения. Другим возможным доступным способом является использование большего количества древесины в нашей повседневной жизни. Древесина является источником биоэнергии, которая заменяет ископаемые виды топлива, устраняя выбросы от его использования. В результате сжигания древесины также выделяется СО2. Однако, если вырастают новые деревья, то они забирают СО2, нейтрализуя таким образом предыдущие выбросы. В развивающихся странах древесина, обычно в виде дров или древесного угля, является важнейшим источником энергии для 2 миллиардов человек. Это беднейшие люди, не имеющие доступа к другим источникам энергии. Понятно, что имеется большой интерес к производству жидкого биотоплива в развивающихся странах, но если это означает уничтожение лесов, то это принесет больше вреда, чем пользы. Устойчивое производство биотоплива может также дать работу и доход бедным семьям. С принятием правительствами обязательств по видам топлива, альтернативным ископаемому топливу, выработка электроэнергии из биомассы, согласно прогнозам, утроится к 2030 году. Имеются также огромные возможности для мелкомасштабных систем дровяного отопления в районах, в настоящее время зависящих от ископаемого топлива, такого как нефть и уголь. Древесина также является сырьем. Производство древесины затрачивает меньше энергии и выбрасывает меньше парниковых газов, чем производство любого повсеместно используемого строительного материала. И древесина хранит углерод на весь срок службы строения или мебели. Замена одного кубического метра бетона или красного кирпича равнозначным объемом лесоматериала может сохранить примерно одну тонну двуокиси углерода. Проектирование в будущем зданий с использованием большего количества древесины вместо бетона, пластмассы и стали могло бы привести к значительному снижению выбросов парниковых газов. Лесоматериалы уникальны. Их получают из природного, возобновляемого, устойчивого ресурса. Содержащийся в них углерод сохраняется на всю продолжительность срока службы изделия до его разложения или сжигания. Глобальное увеличение использования промышленных лесоматериалов поможет уменьшить объем СО2 в атмосфере. При возможности ограничить сейчас выбросы парниковых газов общие полезные результаты от этого проявятся лишь через некоторое время. Изменения нашего климата в последующие 30 или 40 лет, вызванные предшествующими выбросами, в значительной степени неизбежны. Ученые предсказывают более частые периоды необычайно жаркой погоды в некоторых регионах. В других – большее количество дождевых осадков. Ожидается большее количество тропических циклонов, а также более сильные ураганы. Уровень моря повысится. Многие ледники растают. Ожидается вымирание многих растительных и животных организмов. Многие другие мигрируют в новые районы, передвигаясь, например, к полюсам или на более высокие возвышенности. Эти изменения окажут воздействие на леса во всех регионах. Например, в Африке ожидается, что меньшее количество дождевых осадков уменьшит продуктивность лесов и увеличит площадь сухих лесов. В Латинской Америке ожидается, что лес Восточной Амазонки будет заменен саванной. В Северной Америке и Северной Европе более высокие температуры могут повысить продуктивность лесов и изменить районы обитания некоторых биологических видов. В качестве одного примера эта карта показывает прогнозируемые изменения в подходящем местонахождении дубрав в Соединенном Королевстве при сценарии высокого уровня выбросов. Это довольно драматическое изменение. Изменения будут варьироваться от региона к региону. Шотландия, Северная Англия и большая часть Уэльса могут столкнуться с увеличением роста деревьев вследствие повышения уровня СО2, более продолжительным вегетационным периодом и общим потеплением климата. В то время как в других районах Англии более частые летние засухи могут привести к снижению темпов роста многих пород деревьев. Деревья в условиях стресса также более чувствительны к насекомым вредителям и болезням. Недавние нашествия насекомых вредителей, особенно в умеренных регионах, были связаны с изменением их плодовитости и смертности, вызванным изменением климата. Здоровье и характер лесов меняются по всему миру. Нам необходимо адаптироваться и планировать на будущее с учетом этих изменений. Нам необходимо управлять лесами и лесными площадями для того, чтобы справиться и помочь самим себе справиться с новым климатом, обеспечив их вклад в предотвращение наводнений, развитие сетей среды обитания и создание коридоров для дикой фауны. Когда мы сажаем леса, нам необходимо тщательно выбирать породный состав, особенно там, где имеет важное значение производство древесины. Прежде всего, нам необходимо понять, каким образом изменение климата будет воздействовать на уязвимое население и как управление лесами и деревьями может помочь ему адаптироваться. Достижение перехода от обезлесения к охране лесов является большим вызовом. Необходимо устойчиво управлять лесами. Действия по защите лесов могут быть дополнены действиями по поглощению СО2 в деревья и почвы. И некоторые из этих действий могут также помочь нам адаптироваться к изменению климата. Без сомнения, защита, охрана и устойчивое управление лесами являются затратными. Это также требует передачи ресурсов. Но исследования показывают, что это может быть эффективным с точки зрения затрат. Каждая страна в мире выигрывает от сохранения лесных ресурсов, которые предоставляют общественные блага. Поиск путей компенсирования странам, предоставляющим глобальные услуги, поощряя, таким образом, охрану лесов. Мы должны быть оптимистичными. Мы знаем, что необходимо сделать. Мы должны сохранять и управлять тем, что у нас уже имеется. Мы должны уменьшить обезлесение и вырождение лесов и восстановить большинство мирового лесного покрова. Нам следует больше использовать древесину для получения энергии и использовать ее вместо других материалов. Наконец, мы должны планировать адаптацию к нашему меняющемуся климату. Мы должны обеспечить доходы зависимого от лесов населения и гарантировать услуги экосистем лесов для всех нас. Если мы все сделаем правильно, мировое лесное хозяйство сможет помочь решить эту глобальную проблему. В моральном отношении у нас всегда было обязательство охранять и управлять нашими лесами для будущих поколений. У нас есть право и сильнейший императив что-то сделать. Мы понимаем затруднения, осознаем то, что должно быть сделано и обладаем опытом и технологиями для того, чтобы сделать это. Сейчас нам надо продемонстрировать, что у нас тоже есть воля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...